Добрый день друзья, с вами Маракаси. Сегодня я хотел бы поговорить о тех танках, которые будут очень сильно апнуты в скором времени. И до патча 1.3 я рекомендую их получить. Но если они у вас есть, то считайте, что вам повезло. А спонсор видео сайт водки.ру. Данный сайт проводит ежедневно розыгрыш голды. Поучаствовать может абсолютно любой зритель. Также, ко всему прочему, можно попробовать выиграть голду из кейса. Каждый кейс под номером 6 бесплатно. И ссылка в описании вместе с промокодом. И выиграл в прошлом видео зритель с ником Владимир Зангиров. Он уже получил свою заветную голду. Если тоже хочешь выиграть, ставь лайк под видео, в комментарии укажи ссылку на профиль ВКонтакте. Не забудь подписаться на канал. Итак, ребятки, довольно интересная информация. Если вы вдруг выполнили все базы первой кампании, то я вас поздравляю. Потому что танки первой кампании, их неплохо так апнули. Но, в принципе, я считаю, что теперь на них можно будет в новом патче играть. Ну, не то, что прямо с гигантским удовольствием, но на них будет поприятнее играть однозначно. Возможно, даже они вам очень сильно понравятся. А если вы изначально на них играли, и изначально они вам понравились, то теперь они вам понравятся вдвойне. Говорю я, конечно, про Объект 260 и про Т-55А. Это танки, которые выдаются за ЛБЗ. Их, конечно, получить не так-то и просто, если вы с самого начала будете выполнять ЛБЗ. Но, в целом, это возможно, и со временем у вас наверняка это получится. Но, если вдруг у вас что-то там не получается, если вдруг танки не идут к вам в ангар, и ЛБЗшки не выполняются стремительно, не расстраивайтесь. Дело рандомное, конечно же, и рано или поздно вы их получите. И, конечно же, будете рады получением таких новых имп. И, ко всему прочему, ребята, еще стоит отметить, что разработчики упростили ЛБЗ на компанию Excalibur. Этот танк, конечно, не супер-пупер имба, он довольно специфичен. Но теперь вы сможете этот танк получить гораздо проще. Я уже говорил, в общем-то, как облегчили ЛБЗ, не буду повторяться. Но смысл, что практически все ЛБЗ были значительно облегчены. И выполнить их можно теперь за более короткий промежуток времени. Если уже у вас эти два танка есть в ангаре давным-давно, то я вас поздравляю. Как же апноды Т-55А. Разброс орудия при повороте башни уменьшен на 17%. Время прицеливания изменено с 2,1 до 2 секунд. Усилено бронирование корпуса и башни. Скорость подавца снаряда увеличена на 20%. Бронепробиваемость снаряда изменена с 201 до 221 мм. Мощность двигателя изменена с 580 до 750 лошадиных сил. Прочность изменена с 1700 до 1750. В целом, как вы можете видеть, Т-55А стал значительно лучше. Если, кстати, вы продали эти танки, не горюйте, ничего страшного в этом нет. Через ангар, но через склад их можно легко теперь восстановить без каких-либо проблем. Потребуется просто та сумма в серебре, которую вы получили при продаже. И это просто замечательно. Это вообще является немецким танком Т-55А. Ну, как бы захваченный советский танк немцами. Теперь этот танк стал конкурентом Т-54, я думаю. А во многом, наверное, даже его лучше. Потому что Т-55А очень быстрый стал. Он, ко всему прочему, лучше теперь танкует. У него крепче башня. Наверняка башню его вообще будет очень сложно пробить. Ко всему прочему, этот танк хорош тем, что у него отличное пробитие на основных снарядах. Там, 221. Ну, для советского танка такого это вполне неплохо. В общем, танк стал поинтереснее. Гораздо станет ли он какой-то дичайший имбой. На девятом уровне. Ну, сложно сказать. Но явно он будет весьма так неплохо сражаться. И думаю, там 9000 урона в каких-то хороших баях будет наносить. Объект 260 стал еще более крутым. Ну, если сравнивать его с Т-55А. Ну, по АПу именно. АП тут побольше. Тут получше стабилизация стала от поворота и движения ходовой на 12%. Ко всему прочему, разработчики вдруг внезапно решили апнуть разброс орудия на одну единицу. Было 0,36, стало 0,35. Разброс орудия при повороте башни уменьшен на 25%. То есть, в целом, у него гораздо лучше стабилизация. Время перезарядки изменено было. 11,5, стало 11 секунд. И время прицеливания изменено было. 2,5, стало 2,2. Усилено бронирование корпуса и башни тоже. И угол склонения орудия изменен. Был минус 5, стал минус 7. Боезапас изменен. Был 30 снарядов, стал 40 снарядов. Как вы можете видеть, весьма неплохой ап. И, я думаю, танк с нынешними ТТХ. Ну, конечно, он не будет дичайший имбой, но он будет просто приятен в использовании. То есть, он будет силен, он будет быстр. И хорошо будет, в общем-то, выцеливать врагов. То есть, он будет именно играть от того, что у него хорошая подвижность, хорошее броня в башне, еще УВН добавили. И очень даже хорошая стабилизация. То есть, он быстро, стремительно будет высовываться, давать плюху и уезжать. С орудием у него проблем теперь особых не будет. По крайней мере, с выцеливанием врагов. Так что, если у вас есть эти танки в ангаре, то считайте, что вам крупно повезло. Потому что теперь они весьма хороши. Конечно, я не скажу, что они прямо дичайшие имбы, которые разорвут рандом на части. Но на них будет крайне приятно поиграть в новом патче, который, скорее всего, где-то состоится в начале декабря. Сейчас разработчики исправили главные ошибки. И, в принципе, до декабря они, я думаю, выпустят этот патч. Может быть, даже где-то в конце ноября. Итак, на этом все. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Желаю вам удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok